Порой, когда мы слышим избитую фразу, декаль в клетке и за ее пределами, это звучит как клише дешевого фильма. Но Мэтт Браун является исключением. Он не играет роль плохого парня, гангстера или уголовника. Он им является. И на вопрос вилку в глаз или тейкдаун раз, он знает четкий ответ. Он родился в маленьком городе в штате Огайо. Как и в большинстве маленьких городов тут маячили огромные перспективы. Ты мог работать на заводе за копейки, а потом бухать, употреблять наркотики и пытаться выжить в очередной драке, устроенной тобой же. И поверьте, я знаю, о чем говорю, я сам из маленького города. Отец Мэтт работал машинистом на заводе, и все пророчили ему такое же будущее. Но, как говорится, у истинного самурая есть свой путь. Я родился и вырос в очень маленьком городке, население которого составляло около 200 человек. Достать можно было все, что угодно, и я иногда ночами напролет тусил на вечеринках, спал около часа в сутки и все такое. Я начал бунтовать против всего, и в конечном итоге оказался в окружении нехороших людей, вечеринок, наркотиков и алкоголя. В какой-то момент все это зашло слишком далеко. Однажды я оказался в больнице с передозировкой героина. По словам врачей, я находился в состоянии клинической смерти более минуты. Этого случая было недостаточно, чтобы Браун начал менять что-то в жизни. Он не захотел вставать на правильный путь. Ему понадобилось еще одно испытание. Тогда он не понял, насколько близко подошел к смерти. Ему хотелось острых ощущений. Потребовалось что-то более крутое для того, чтобы встать на нужные рельсы. Мать снова начал принимать наркотики, в этот раз таблетки. Для того, чтобы понять опасность ситуации, ему пришлось пережить смерть друга и члена в семье. Три человека умерли в течение трех месяцев, и это был уже не звоночек, а выслал гаубицы рядом с ухом. Моего друга звали Бир Браун. У его семьи такая же фамилия, как у меня. Это был мой хороший друг, и они были фактически моей семьей. В течение трех месяцев умер Бир, его мама и сестра от приема героины и таблеток. Ебаный в рот, они умерли, а я каждый раз был на похоронах и поминках. Это ужасно, я понял, что мог стать четвертым в этом ряду. После всего этого Браун успел отсидеть в тюрьме и был бездомным. Интерес Мэтта к ММА начался, когда он в пьяном состоянии и начал практиковаться в приемах, которые смотрел на видеокассетах с участием Кена Шемрака. Постепенно он начал слезать с наркотиков. Это был медленный, но верный процесс. Мэтт развлекал себя боями на улице. Это были подпольные бои для развлечения. Браун не был знаком с ММА, всего лишь видел пару боев по телевизору. Его заинтересовал этот спорт после участия в подпольных поединках. Он решил сходить в зал, и ему казалось, что он легко надерет жопу в зале. Блядь, я был похож на того парня, который рассуждает на диване, как повалил бы профбойца. Мне казалось, что я круче. Я хотел подписаться в UFC. Эй, где там набирают? Мое мышление было в таком стиле. Однажды его пригласили на местный ММА-турнир, но Мэтт подумал, что там будет просто вечеринка. Пропустив пару стопочек, он встретился с промоутером турнира. Таким образом, без особого опыта и немного подбуханный, он вышел на бой против местного чемпиона, которого все боялись. Размер яиц Брауна соизмерим лишь с крутизной Артема Лобова, так как он вышел на этот поединок и смог с легкостью победить чемпиона. После этого его жизнь изменилась навсегда. Он шаг за шагом стал постигать азы искусства смешанных единоборств, изучая ударную технику и приемы. В октябре 2005 он провел свой первый профессиональный поединок и победил уже в первом раунде с помощью удушающего. В период с октября 2005 по ноябрь 2006 Браун провел 8 поединков. Его рекорд составил 5-3. В феврале 2007 года он удержал победу над Дугласом Лимой, будущим чемпионом Беллатора. Для Дугласа это стало первым поражением в его карьере. Бой был за вакантный титул местного промоушена в полусреднем весе. По поединку сразу видно, что не хватает качественного освещения, а само видео напоминает сцену из дешевого порно-ролика. Лима с первых секунд заряжает свои колени в Брауна. Впрочем, человека, который пережил передозировку героином, это особо не впечатлило. Бывший работяга с завода закидывает супермен панч и Лима тут же почувствовал всю мощь белого человека. После возни в клинче Лима бьет хайкик, бессмертно и возвращает должок уже через несколько секунд. В целом мужики вышли в прямом смысле этого слова разнести ебальники друг другу. Вот поэтому я так люблю ранние поединки бойцов. Бой протекает в партер, где Браун показывает свои навыки, но вскоре парни поднимаются и продолжают рубку. Градус напряжения не падает, как балтики девятки. Во втором раунде, оказавшись сверху, бессмертный забил Лиму в ГНП и бой окончен. Затем последовали еще четыре поединка, в трех из которых Мэтт проиграл. Очевидно, что участие в небольших промоушенах не приносило Брауну серьезных денег. Этих средств едва хватало на нормальную жизнь. Он хотел заканчивать со спортивной карьерой, но узнал, что стартовала запись на турнир The Ultimate Fighter. Это была отличная возможность заключить контракт с лучшей бойцовской лигой и получать стабильно неплохую зарплату. В седьмом сезоне The Ultimate Fighter столкнулись команды Рэмпэйджа Джексона и Фореста Гриффина. Мэтт Браун попал в команду Гриффина. Уже в отборочном поединке Браун забил оппонента за две секунды до окончания первого раунда. После чего на его пути к успеху встретился некий Джереми Мэй. Браун оформил один из самых красивейших нокаутов этого сезона. В четверть финале Мэтт постучал от болевого во втором раунде и вылетел в шоу. Бессмертный получился уже свой шанс в UFC. На The Ultimate Fighter 7 финал ему предстоял бой с Мэттом Ароя. Тезки уже дрались в 2006 и тогда победу одержал Браун. В этот раз победу одержал опять Бессмертный техническим нокаутом в втором раунде. После этого начался его долгий путь в UFC. Браун проигрался второй бой в организации раздельным решением судей корейцу Дон Хен Киму на UFC 88. Джероган объявил во время интервью после боя, что по его мнению Браун выиграл бой. Но кого ебет мнение Джерогана? На UFC 91 Мэтт с помощью армбара победил Райана Томаса. После чего проводит бой с Питом Селлом. Уже на первых секундах от двоечки работяги Пит падает как мешок с говном. Рефери с задержкой развития приостанавливает Брауна, а после чего говорит продолжать бой. Вы только посмотрите, с какой яростью Браун ринулся на беднягу Селла. Колени, локти, хайкики, всевозможные комбинации. Браун показывает всему, чему научился за это время. Наконец-то рефери останавливает поединок. После этого у Мэтта Брауна должно было произойти событие похуже передозировки наркотиков и работы на заводе. Поединок с Энтони Рамблом Джонсоном. Однако Рамбл выбыл из боя после травмы колена во время тренировки. Давайте поменем легенду, который покинул наш грешный мир в ноябре 2022. На UFC 105 Браун встретился с Джеймсом Уилксом. Уверенно разбирая оппонента два раунда, бессмертный в середине третьего закончил бой, забив Уилкса в ГНП. После чего последовало три поражения подряд во втором раунде. Сначала Мэтт был задушен Рикардо Алмейдой, после чего Крис Лайтла заломал ему руку. И напоследок он был задушен Брайаном Фостером. Браун был близок к тому, что вернуться на завод. Но загорелый Джон Говард позволил показать всему миру, что прощается с бессмертным еще рано. Студный день. А именно такое прозвище было у Black Fight Matters. Также шел на серии поражений. То есть фактически это был бой за право остаться в промоушене. Говард постоянно бросался в ноги к белому господину. Но кроме того, ничего существенного продемонстрировать не сумел. Мэтт Браун забрал бой одиногласным решением. Сет Бочинский по прозвищу «Польский пистолет» стал следующим оппонентом заводчанина. Пистолет задушил Мэтта во втором раунде с помощью гильотины. Казалось бы, Мэтт Браун чередует поражения с редкими победами. Но с 2012-го он убил длиннющую, как член Ганну, победную серию. Сначала он победил техническим нокаутом Криса Коупа. После чего настало время карате пацана. Добряк Стивен Томпсон провел шесть поединков и не знал поражений. Как говорил вожатый Кевин, все бывает первый раз, сынок. Удары из карате особо не помогли. Браун, словно дикий пес, постоянно перехватывал ту самую ногу и переводил бой в горизонтальную плоскость. Стойкий Бессмертный также неплохо разнес будку Стивену. Но стоит заметить, пару плюх и сам сумел отхватить. Окровавленное лицо Томпсона полностью охарактеризовало этот бой. Браун победил единогласным решением. Следующим оппонентом стал Луис Рамос. Рамос имел неплохой опыт и обладал рекордом 19-7. В концовке второго раунда Браун накормил бразильца коленями в клинче, после чего успешно добил и рефери останавливает поединок. Майк Свик был наглохо нокаутирован Брауном в декабре 2012-го. 2013-й начался с поединка против Джордана Мэйна. Мэйн имел рекорд 27-8. Однако это его не спасло от тотального разгрома в виде смертоносных локтей Мэта Брауна. Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде и получил награду лучший бой вечера. Уже в следующем поединке Бессмертный завоевал награду нокаут вечера. Для этого ему понадобилось 29 секунд и Майк Пау. Пау упал от удара слева и был успешно забит. В мае 2014-го Браун возглавил турнир Fight Night с боевым против Эрика Сильвы. Бразилий собравал черным поясом под дзюдо и, конечно же, жжжи-джицу. Браун не стал тянуть резину и с первых секунд бросился в атаку. Сильва ответил хорошим броском и точным ударом ноги по корпусу, который заставил Мэтта скорчиться от боли и присесть, попав под град хаммерфистов и отдал спину. Эрик мог мгновенно закончить поединок, но опытный Мэтт сумел выжить при попытке удушения и вернулся в стойку. Тут уже Сильве пришлось на собственной шкуре узнать, за что Брауна называют бессмертным. Мэтт мгновенно бросился в атаку и забросал голову и корпус Эрика гранатами кулаков и коленей. Сильва явно потрясен. Браун подключает артиллерию локтей и преследует убегающего Эрика по всему октагону. Сильва лишь отступает и пытается прийти в себя, выдавливая себя хайкики серию с рук, но тут же валится в партер от подсечки Мэтта. Жестокое избиение продолжается на покрытии, где Браун бьет коленями и ногами в корпус бразильца. Эрик встает и пытается отбиться, выбрасывает бэкфист и промахивается, улетая вместе с Брауном в партер. Раунд окончен. Во втором раунде история повторяется. Чуть отдохнувший, но в целом до смерти измотанный Эрик пытается огрызаться, но съедает в два раза больше. Браун старается закончить бой, но сам устал и вновь пропускает удар по корпусу, который мгновенно его подсаживает. Поединок уходит в партер, где Мэтт пытается завершить схватку треугольником, но Сильва ускальзывает. Бой продолжается на встречных курсах и переходит третий раунд. Угловые бразильцы кричат, чтобы Эрик бил в корпус. Секунданты Брауна говорят, выйди и сломай этого мальчишку. Браун выходит в центр, прижимает Эрика к клетке, обрабатывает коленями, валит его на покрытие и добивает в партере, заставив рефери остановить поединок. Бессмертный вновь оправдал свое прозвище, выиграв очередной непростой поединок на пределе человеческих возможностей. Браун в этом поединке забрал сразу две награды. Бой вечера и выступление вечера. Это была его седьмая победа подряд. После такого выступления и такой серии стало понятно, что настала пора бороться за титул. Робби Лоулер против Мэтта Брауна. Бессмертный против Безжалостного. Этот бой будоражит меня до сих пор. Предполагалось, что этот бой едва ли пройдет всю дистанцию. Один из бойцов оторвет оппоненту голову. Собственно говоря, подобные прогнозы выдвигались не без основания, так как Безжалостный и Бессмертный на двоих набили 31 нокаут. Поэтому досрочное завершение казалось неизбежным финалом, столь ожидаемого фанатами противостояния. Выглядела не иначе, как бомба, но она так и не взорвалась. Нокаута мы не увидели. Никого не пришлось оперативно приводить чувства и водить из клетки под руки. Актуально другое. Хуже от этого не стало. И в течение отведенных пяти раундов присутствовал нешуточный нокаут страстей. Робби Лоулер взял на себя роль дерзкого второго номера. Жестко скричал и вытягивал на себя. Дабы от души разрядить обойму по сопернику. Почувствовав на себе пару хуков, Браун, видимо, понял, что не стоит яро махать шашкой на средней дистанции. А вот с дальней бессмертной периодически доставал соперника, отгружая прямые. Кроме того, инициировал клинчи, где четко орудовал локтями. Мэтт продолжал действовать прямыми издали, но сразу уходил с линии атаки. Также стал чаще использовать ноги по всем этажам. Очень неплохо, но существенно потрясти бежалостного не получалось, ибо тот всегда был наглухо перекрыт, словно крепость. Шла упорная битва, визуально было заметно, что удары Робби более тяжелые. Но Браун отвечал, шел вперед, несмотря ни на что. Правда, бензина становилось все меньше, и бессмертный сдавал позиции. Лоулер поколотил его на полу, настойчиво склоняя чашу весов в свою пользу. Чтобы взять верх, Мэтту нужен был только нокаут. Но силы было отдано много, и за срочное завершение в его пользу было уже не иначе, как фантастическим вариантом. Бойцы словно чувствовали, что публика ждет подарка под занавес. Финального всплеска ярости больше динамики. Концовка была украшена зарубой. Серия встречных ударов с обеих сторон. Максимум воли к победе. В общем, все за то, что мы и любим бои. Интересный и конкурентный поединок завершился единогласным решением в пользу Робби Лоулера. Эта битва получила награду лучший бой вечера. Мэтт Браун после завершения главного события был отправлен в госпиталь, так как получил травму правой руки. Я скажу так, сегодня в клетке встретились два чемпиона. Браун чертовски крутой боец. Мы устроили отличное шоу для всех этих ребят. Он столкнулся со мной лицом к лицу, а на такое способны немногие. Так что уважение ему. Уважение в первую очередь. Робби Лоулер после этого отобрал титул у Джонни Хендрикса. Ну а Мэтт Браун встретился с уже бывшим чемпионом на UFC 185 14 марта 2015. Хендрикс благодаря более разнообразным ударам перебивал соперника. В партере же превосходство Джонни было ожидаемо подавляющим. Сближаясь с серией жестких ударов, Хендрикс захватывал Мэтт и за счет завидной физической мощи с легкостью бросал на носил. Как результат, единогласное решение в пользу Хендрикса. На UFC 189 Мэтт провел поединок против Тима Минца. С первых секунд Минц стал пользоваться своим преимуществом в длине рук и начал расстреливать Брауна прямыми ударами. Браун отправил противника в нокдаун мощным ударом правой. Однако Минц не сломался, а поднялся и снова подряд с Бессмертного. Сначала ударом руки, а затем локтя. Но в конце поединка Браун полностью оправдал свое прозвище, моментально восстановившись и вернул должок парой мощных ударов локтя, а затем провел великолепную гильотину. На UFC 198 Мэтту Брауну пришлось в три раунда таскать рюкзак на плечах в лице Дэмия на Майе. Бой Бессмертный проиграл единогласным решением. Поединок мог получить награду лежания вечера. Кстати, перед этим боем Браун на взвешивании встал в спину к бразильским фанатам и показал всем известный жест. На пути к октагону его атаковали любители Самый смелый получил ответку от Бессмертного. На UFC 201 Браун провел поединок с Джейком Эленбергером. На самых первых секундах Джейк отправил Мэтта в нокдаун правым боковым. Эленбергер бросился добивать соперника, но Браун удалось восстановиться и подняться на ноги. После этого показалось, что Браун уже перехватил инициативу. Однако Эленбергер провел удар левой ногой в область печени, и Мэтт снова оказался на полу. На этот раз после короткого добивания рефери остановил поединок. Кстати, именно в этот период Браун также пережил нападение со стороны своего бывшего тренера по Родриго Ботти. Ботти напал на Мэтта в отеле, затем драка продолжилась на улице. На UFC 206 Браун улетел глухой нокаут от ковбоя. На 42 секунде третьего раунда Бессмертный провалился вперед после удара по корпусу, после чего Сирона тут же пробил хайкик. В ноябре 2017 Браун встретился с любителем фистинга Диего Санчесом. Одна из моих любимых историй про Диего, это которую рассказывал Майк Перри. Во время тренировок один новенький парень работал в полную силу с Мишель Уотерсон, и Перри попросил Диего наказать его. И это действительно так. Никогда нельзя его недооценивать. Мэтт Браун оформил один из самых жестких нокаутов в истории. Своим локтем из зада он сложил старину Диего пополам и забрал награду выступления вечера. На UFC 245 Бессмертный нокаутировал Бена Сондерса за 5 секунд до окончания второго раунда. В мае 2020 Браун улетел в нокаут в начале второго раунда от левого бокового Мигеля Баезе. Молодого дарования, который шел на серии из 8 побед и не знал поражений. В январе 2021 в октагоне встретились два ветерана Мэтт Браун и Карл Скондит. Вопреки ожиданиям, что события будут развиваться в стойке, большая часть противостояния прошла в партере. При этом никто не сумел добиться ощутимого превосходства. Но в целом у Кандита получилось лучше. Ему судьи и отдали единогласную победу. В июне 2021 Мэтт встретился с Диего Лимой, старшего брата Дугласа, которого Мэтт победил еще до карьеры в UFC. Бессмертный ударом справа отправил Диего в глухой нокаут во втором раунде. 26 марта 2022 в очень близком бою Бессмертный уступил Брайану Барбарене. Мэтт Браун прошел через настоящий ад и показал, что только ты можешь взять себя в руки. Никто и никогда это не сделает за тебя, не стоит ждать. Главное в жизни это страсть и жажда жизни. Цените себя и свою жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Если людей вдохновляет моя история, то заебись, но не стоит делать из меня какого-то героя, это моя жизнь. Я буду известен благодаря своим боям, а не тому, что я делал и делаю за пределами клетки, только так. Субтитры сделал DimaTorzok